Дендропарк случайно обнаружили сотрудники Рязанского геронтологического центра. Во время облагораживания территории стало понятно, что в небольшом местном парке собрано более 20 различных видов растений. Среди них дубы, вязы, лиственницы, сирень, сосны, березы, клёны, осины, несколько видов черёмухи. Теперь около деревьев установят таблички. На экоуроки сюда смогут приходить школьники и ребята из детских садов. Проект уже поддержали экологические организации города, ведь такое разнообразие в одном месте встречается редко. Летом и весной птицы поют, тут зелени много, очень красиво. Вот тут у нас всё лет, сегодняшний год филин жил. Потом у него и детки были, вот тут вот в этих соснах полюбаешься. Соловей поёт. В общем, очень тут хорошо. Зоя Петровне 86 лет. С активным образом жизни она не расстаётся. Присоединилась к проекту активного долголетия геронтологического центра. Пенсионеры выходят на прогулки с палками для скандинавской ходьбы. Занимаются на уличных тренажёрах. Хотя ещё недавно таких возможностей не было. Мы заметили, что бабушки ходят по коридору от стены к стене и считают шаги. То есть для них важно фиксировать, сколько они прошли. И периодичность этого. Вот мы с ними поговорили и пришли к тому, что для них необходимы своеобразные маршруты для разных степеней физической подготовки. Проекты удаётся реализовывать благодаря выигранным грантам и спонсорам. Среди них Николай Дроздов, почётный гражданин Рязанской области. Недавно закупили палки для спортивных занятий и скандинавской ходьбы. Лидия Валентиновна выходит на тренировки каждый день. За год заметила улучшения в работе организма. Занимаешься как-то бодрее немножко как-то. Конечно. Не хочется толстеть. Не хочется. Надо соблюдать, чтобы свой вес был. Дышим воздухом. Хорошо, конечно. Последнее новшество появилось перед Новым годом. Центральную аллею оформили светом. Теперь по ней приятно гулять тем, кто может самостоятельно передвигаться и любоваться тем, кто уже не может выйти на улицу. А также парк открыт для всех желающих. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».